Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Жена ушла после 10 лет брака. Сказала, что никогда не любила, а не уходила из-за того, что боялась остаться одна. Я ее люблю безмерно, и что делать, как ее вернуть, не знаю. Она говорит, что это конец, я не хочу с этим мириться, даже думать не могу, что у нее может быть кто-то вместо меня. Подскажите, как мне действовать, пока не поздно. Ну, Владимир, здесь ситуация заключается в том, и вам важно, как можно улучшить себя это понятие, здесь ситуация заключается в том, что психологи не дают советов. Вот. И не дадим мы, ну в этом смысле не дадим мы совет и вам. Потому что ваша жизнь, ваша, ваша ответственность, вот. А брать ответственность за вашу жизнь не является отличным. Вот. Дальше. Если... Если я правильно увидел, ну вот, то, что вы пишете, то мне показалось, по крайней мере, что вы ревнуете. Если вы ревнуете, то конкретно с ревностью необходимо поработать, потому что ревность разрушила не одни отношения. И соответственно, мне хотелось бы, чтобы и ваши отношения стали теми, теми, которые разрушила ревность. А ревность разрушает отношения, это факт. Вот. Дальше. Дальше. Значит, коли ваша жена ушла, то необходимо сделать анализ ваших отношений, отношений, анализ вашего взаимодействия. Вот. Увидеть, проанализировать вам своё поведение, проанализировать, посмотреть на то, как на него реагировала жена, и начать, 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 точнее, что-то менять, да, начинать что-то менять, вот. Сейчас это, на мой взгляд, самое лучшее, что вы можете сделать. На быстрый результат, на какой-то такой вот, на результат прям быстрый-быстрый я бы не рассчитывал, потому что ваша жена будет, скорее всего, как-то, ну, противиться, что ли, вероятнее всего, тому, чтобы, чтобы, ну, чтобы её, так скажем, возвращали, да. Она не будет хотеть, чтобы её возвращали, и это в данном случае вполне, вполне нормально, как мне кажется. Вот. То есть она будет как-то, вот, сопротивляться, она будет, ну, демонстрировать, вот, какую-то независимость, да, она будет демонстрировать какое-то сопротивление. Вот. Вот. Это вполне адекватная история. Вот. Ну, на мой взгляд, на мой взгляд, да, это вот, это вполне, вполне нормально, что она будет, ну, вести себя так. Поэтому, поэтому, к этому нужно быть, вам готовым, и, соответственно, относиться к этому спокойно. Вот. Наличие кризиса в отношениях, наличие кризиса в отношениях обозначает то, что отношения необходимо выстраивать как бы заново. Вот. То есть отношения, в каком виде они были до этого, они себя вот, по-видимому, исчерпали. Да? Как бы. Чем быстрее это вы для себя поймёте и увидите, тем, чем лучше, чем лучше будет для вас. Вот. Я бы так, я бы так ещё сказал, сказал бы все. Потому что, ну, вот, сейчас, да, вы как-то от этого пытаетесь отойти, да, сейчас вы как-то пытаетесь это, скажем так, игнорировать, да. Ну, вот, не самая лучшая, не самая хорошая идея, значит, как-то вот этого избегать. Ну, на мой, на мой, на мой, опять же, взгляд, вот, потому что кризис есть, его, его нужно, ну, если вы вот хотите, да, то его нужно, его можно скорректировать, да, его можно поправить, его можно. Можно гармонизировать соотношениями, вот. Но, тут, тут необходимо понимать, что для этого нужно время, вот, время, необходимо для этого время. Вот, и время, ну, не маленькая зависит от того, насколько ваша жена настроена против, настроена в штыки и так далее. Понимаете, понимаете, да, о чем, о чем идет речь? Вот, а вам необходимо самому поработать с вещами, которые волнуют, тревозят и беспокоят лично вас. Вот, как то, например, вопрос, касающийся ревности, да, того, что, ну, того, что вы не можете представить, что она будет там с кем-то и прочее. В данном случае очень похоже на чувство, на чувство собственничества с вашей стороны. То есть, ну, как то, похоже, что вы здесь рассуждаете как, ну, как собственник. Вот, ничего хорошего, на мой взгляд, из этого не получится. Вот, ну, просто, опять же, просто, опять же, по той простой причине, что отношения, так не, ну, не выстраиваются. Отношения все-таки выстраиваются немножко по-другому. Тот факт, что ваша жена, значит, ну, говорит о том, что боится остаться, с одной, с одной стороны, с другой стороны, вы говорите, что вы любите ее безмерно. Очень похоже это на созависимость. Вот, очень похоже на созависимость. Вот. А если это действительно созависимость, да, то есть, если вы зависимы от сей жены, она зависима от вас, от вас, ну, в той или иной, значит, степени, например, то с этим нужно, конечно, работать, вот. Это нужно, конечно, вот, корректировать, потому что и работать в первую очередь с личными границами вашими. Вот. Потому что в противном случае ситуация будет складываться очень плохо в плане того, что, ну, вас просто будет мотать в сторону, да. То есть, вот, она будет выходить, она будет возвращаться и, как бы, это будут ссоры постоянные, обиды постоянные и так далее. То есть, ничего, ничем хорошим это закончится не может, не может, к сожалению. А вам, вот, ваши чувства, которые у вас есть, ну, да, вот, ваша боль, которую вы чувствуете, да, вам с этим нужно работать, помочь вам прожить, вот, в том числе прожить. Помочь. Помочь. Травму расставания, коль она, ну, присутствует, коль она имеет, ну, имеет место быть, да, для вас. Вот. Вот. Помочь с этим можно и нужно вам. И дальше, я думаю, будет несколько уже проще, потому что вы будете спокойно находиться. Вот. Вот. Ну, в целом, хочу. А, хочется сказать, вот, то, что, эм, ну, то, что смущает меня, вот, в той, в той или иной степени, это то, что вы, как будто бы не очень интересуетесь, э, тем, чего хочет жена. А, э, возвращать ее хотите, э, э, ну, ну, для себя. Вот. А, если жена почувствует, что вы ее возвращаете для себя, да, а не для нее, то ничего хорошего, опять же из этого не получится. То есть, вот вы, э, можете, условно говоря, объяснить, э, э, себе, э, э, для чего вам нужна жена, да, то есть, для чего нужно, чтобы она вернулась. А вот можете ли вы, э, э, сказать, для чего ей возвращаться. 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 Понимаете? Возвращаться. Э, 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 значит, ну, завязана, э, 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 скажем так, э, на, человеке, да, э, не является любовью. любовью. То есть эти вещи, на мой взгляд, нужно разграничить и по возможности четко это сделать. На этом все. Надеюсь, что вам это было полезно и интересно. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать на собой работу. Удачи вам, всего самого доброго, обращайтесь.